С нами сегодня в училище Олимпийского резерва Владимир Руймагов, тренер, воспитавший олимпийских чемпионов по греко-римской борьбе. Вы сегодня с нами в училище Олимпийского резерва, в кузнице будущих олимпийских чемпионов. Как Вы думаете, в чем важность подобных учреждений для отечественного спорта? Ну, во-первых, что такое детско-юношеский спорт и зачем он нужен? Ну, в первую очередь, воспитывают достойную молодежь, сынов для нашего отечества. Это основной и порядочных, достойных детей. И в данный момент, мы сегодня, четвертый турнир проводится, и вот на этом турнире, на таких юношеских турнирах определяется уже резерв. Резерв Олимпийский. Мы сегодня видим уже и можем положить глаз на тех ребят, которые будут завтра достойно представлять свою республику и, естественно, нашу державу Россию. Если мы не будем... То есть, без школы мы не можем научиться писать, читать. Та же история в данный момент у нас со спортом. И мы здесь их учим этим чистописанием. Мы их учим думать головой. Мы их учим слышать тренера. И потом целая система была в Советский Союз, когда от тренера юношеского передавали школу высшего спортивного мастерства. Ну, а потом победители и мастера спорта передавали сборную страны. Ну, все это по цепочке шло. И я думаю, что сегодня необходимо также идти этой системой и обучать нам эту детвору и эту молодую. Вот, а что самое важное? Какие факторы влияют на то, чтобы правильно воспитать спортсмена, который идет на пути к Олимпу? Ну, тренерская работа – это не только тренер, он является и отцом, является психологом. Не каждый ребенок может это получить в семье дома. Не хочу обидеть маму, папу, я сам отец и дедушка уже. И, ну, видение тренера, оно, конечно, и чисто психологически воспитывается ребенок в детской юношеской спортивной школе. И, естественно, тактики, техники, обучение вида. И что мы видим в них, то на самом деле, даже пусть он не обделен талантом, но когда этот мальчишка рвется к победам, и ты его сможешь как тренер раскрыть, вот это самая основная победа. Вот в этом году с наставлениями, с упражнениями, физической подготовкой были небольшие проблемы. Как вы справлялись? Ну, все как бы в основном дистанционно, но у нас в республике есть побережье река Терек, и, ну, когда бывают возможности... Победу одержал Саидов и сам Россия. Прям выходили на побережье, очень много камней, работали с бросками, то есть с этими камнями. Есть горы, где мы приезжали тоже, бегали по горной местности. Ну, и вот таким образом, основная работа была, она, естественно, бесконтактная, но на общей физической подготовке, специально физической подготовке. То есть достойно, у нас вот сегодня уже два брата, один серебряный призер, и сейчас старший брат стал победителем этого турнира. То есть работу проводили, ну, как бы, не зря. Вот сегодня рождественский турнир, уже четвертый по счету. Как вы считаете, почему важно молодым спортсменам принимать участие в международных турнирах такого масштаба? Ну, все легенды наши, в том числе Давид Владимирович Мусургес, начинал вот с таких именно турниров. То есть они учатся всему этому, они проявляют себя именно на таких турнирах. И где дети практически одного уровня, ну, побеждает, опять повторюсь, тот, кто хочет победить. И здесь они набираются опыта, набираются духа, и хотят быть и стремиться быть лучшим и чемпионным. Как важно сохранить этот дух, этот настрой? Какие психологические приемы помогают тренеру? Ну, это в основном, конечно, работа домашняя. Готовы. Б. Победу одержал Масим Афсанан. После побед, чтобы мальчишка не зазвездился и не потерялся, для этого нужно проводить очень много бесед, что самая высокая и достойная победа – это золото Олимпийских игр. И надо стремиться к этому. И задача тренера – донести и внушить этому мальчишке, что он шел к этой победе, к этой вершине. Детско-юношеский спорт в нашей стране развивается особо быстрыми темпами в последнее время. Как Вы думаете, за счет каких факторов? И что еще нужно сделать, чтобы он развивался еще лучше? Вот я, насколько у нас в республике, значит, практически, ну, к сожалению, к сожалению, спортивной детской юношескопортивной школы передали в Министерство спорта. А там уже стремление, чтобы эта школа получила звание Олимпийского режима. Ну, есть какие-то привилегии, если школа имеет Олимпийского резерва, Става, тогда получает какие-то дивиденды на спортивный инвентарь. То есть Министерство спорта России выделяет эти деньги. И, к сожалению, многие республики начали передавать с Минобразования, которые были в Министерстве образования, детской юношеской, передавать их в Министерство спорта. Но сегодня уже идет возврат к обратному. И буквально, наверное, с нового года, 21-го года, начнут при Министерстве образования создавать опять те же спортивные детско-юношеские школы. Есть такой момент, что я получал диплом, когда закончил институт. У меня было написано, есть написано, тренер-преподаватель. Какое-то время тренер по какому-то виду спорта, но не преподаватель. То есть, как мы можем не быть педагогами. Мы же также являемся педагогами. И образование мы получаем именно как воспитатели, как педагоги. Сегодня идет возврат к этому. И я думаю, только будет в этом деле победа. Что будет еще подъем. Поэтому все за будем голосовать, чтобы в Министерство образования передавались, создавали детско-юношеские спортивные школы. Без чистописания и невозможно учиться в институте, в университете. Такая же история у нас в спортивных школах. То есть, училища Олимпийского резерва, подобные нашему, они имеют важную роль. Вот именно, тем более училища Олимпийского резерва, это начало-начало. И я хочу пожелать тот рассвет и процветание. Сегодня уже многие ребята из этого училища, они уже сборной страны. И победители первенства Европы и мира. И будем дальше болеть, переживать. И желать удачи, чтобы, ну, если не в Токио, то ближайших Олимпийских игр в Париже мы увидели в ваших постах.